Система управления транспортными потоками. Ещё несколько лет назад об этом в Сочи даже не слышали. Сегодня не только говорят, а уже подводят промежуточные итоги реализации этого проекта. Первые изменения в работе общественного транспорта жители ощутили на себе в начале января. Все дублирующие маршруты ушли с городских дорог. А на смену старому парку пришли 108 автобусов большей вместимости, современных и комфортных. Именно общественный транспорт должен стать главным способом передвижения во время проведения Олимпийских игр. В том числе и электрички, которые начнут ходить уже с начала сентября с интервалом в 10-20 минут в зависимости от маршрута. Об этом сегодня говорили на заседании общественного совета по подготовке к зимним играм. Все автобусы будут приходить у нас с любого населённого пункта к железнодорожным вокзалам. Таким образом появится и мотивация у наших жителей, что надо пользоваться железнодорожным транспортом. Нам это очень важно, чтобы точно так же, как в Москве метро пользуются жители, точно так же у нас должны пользоваться электричкой. Что касается подвоза гостей-участников игр, предполагается, что аккредитованный транспорт до Олимпийских объектов будет ездить по отдельно выделенным полосам. Скорее всего, они будут также доступны для городского общественного транспорта. Где и как эти полосы будут располагаться, проект пока на рассмотрении. Работу транспортной схемы с новыми автобусами, перехватывающими парковками и максимальной загрузкой железной дороги будет контролировать логистический транспортный центр. Он открылся в марте этого года. Остаётся весь городской транспорт в том же виде, как он есть. Будет работать такси, будет работать маршрутный такси. Конечно, определённые ограничения будут созданы, как я полагаю, для машин иногородных. Все сочинцы, которые зарегистрированы, чьи транспортные средства зарегистрированы в городе, они будут свободно перемещаться. Система управления транспортными потоками, которая будет реализована в Сочи, не имеет аналога в России. И, как отметили участники общественного совета, главная задача в работе транспорта на время зимних игр – это не столько обеспечить комфортный подвоз гостей и участников к Олимпийским объектам, сколько не нарушить тем самым обычный ритм жизни сочинцев. Ирина Трусова, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова